Вопросы, на мой взгляд, есть небольшая терминологическая путаница в этом, терминологическая путаница, то есть расстройство поведения, на мой взгляд, нужно разделять разные виды расстройства поведения. Есть расстройства поведения, и не только особых детей, но и у обычных, которые обусловлены просто недостаточно правильным воспитанием и тем, что ребёнок практически своим таким поведением, плачем, истериками, он просто добивается своих целей, и никакой патологии, никаких органических поражений за этим не стоит. Есть другой вид отклонений в поведении, которые обусловлены органическими поражениями. Разные виды гиперактивных, и ребёнок как бы не может этим управляться. Это разные виды гиперактивности, разные истерические проявления прочие обусловлены тем, что ребёнку плохо, ребёнок плохо себя чувствует. Например, у него болит голова от того, что у него повышенное чипное давление, и из-за этого он себя плохо ведёт. И вот это очень важно разделять. Есть отклонения в поведении, которые обусловлены именно болезнью какой-то, и просто отсутствие воспитания. При этом оно сочетается. Мы много видим в поведении детей, особых которых к нам приходят за помощью, вот это вот манипулирование. Они кричат, они ведут себя безобразным образом, но при этом это просто манипуляция, за этим ничего не стоит, и мы всё время убеждаемся в том, что если правильно с воспитательной точки зрения отнестись к этим проявлениям, то это всё прекращается буквально на один раз. Я рассказывал уже о том, что мы разработали много методов, которые могут помочь в этой ситуации. Например, когда ребёнок плачет, когда ребёнок себя плохо ведёт. Методы запатентованы, применяются уже на протяжении многих лет. Один я назвал Baby Video Feedback. Это когда ребёнка, ну, его проявления снимают на телефон и сразу же ему показывают, и происходит буквально чудо. Ребёнок видит себя со стороны, и его поведение меняется. Другой метод называется Steam+. Я могу рассказать об этом, о том, что действие ребёнка не блокируется, а наоборот, ему предлагается делать это лучше, сильнее, как в тренажерном зале 10 раз подряд, например. И то же самое происходит, чудо, и ребёнок прекращает это делать. То есть есть очень много, что можно улучшить, только изменением отношения, проявления ребёнка со стороны родителей и перевод, используя вот этих методов, которые я описал, они дают просто невероятный результат, проверенный огромным количеством семей, самых разных стран, самых разных религией, дети были самых разных возрастов. То есть это предлагает тоже его внимания. Продолжение следует... 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 Ага. Да, гиперактивность, например, возникает при нервоспалении и прочее. То есть есть повышенное внутричерепное давление, то, что называется паразитарная инвазия. Черепное давление? Внутричерепное давление. Иногда это возникает, есть такой термин паразитарная инвазия, паразитная инвазия. Это, например, когда ребенок, как это проявляется? Ребенок получает кусочек сахара и начинает просто какой-то кошмар. Это происходит иногда из-за того, что, к примеру, у ребенка есть повышенный уровень кандиды из такой паразитарной инвазии. И если такому ребенку дать сладкое, он начинает сходить с ума. Никаких причин там может даже других не быть. Но органическая причина в любом случае. То есть либо два основных блока – это отклонение в поведении, которое обусловлено прежде всего органическим поражением. И второе – условно назовем компризмы-манипуляция, которая есть у любого ребенка и не только у ребенка. Если вы работаете, вот, кстати, образом обучregал này, следует сообщает. И вы еще раз, если вы county учеб quyação с этой камерой, вы компьютерами, Добро пожаловать в следующем году. Продолжение следует... Продолжение следует...